Вот сюда приезжает молоко из агрохолдинга «Нива» и еще из десятка нижегородских сельхозпредприятий. Это пункт приемки предприятия «Княгининское молоко». Обратите внимание, здесь нет ни одного человека, приемка проходит автоматически. Вообще на всем пути молока от коровы и до нашего стола молоко не встречается с открытым воздухом. А значит, в него не попадают микробы, бактерии. Оно идеально чистое. Поставщиков у нас немного. Мы очень тщательно отбираем. Сейчас у нас всего их около 12. Но каждый везет не менее 24 тонн. Общее количество молока, перерабатываемое сейчас, превышает 260. И мы растем. У нас строгий входной контроль, который мы молоко проверяем на соответствие нашему российскому технологическому регламенту, который наиболее строгий. В течение суток молоко, которое подоили на ферме, оказывается на прилавке магазина. Поэтому молоко всегда свежее. Вот она, сказочная молочная река, ставшая реальностью. Течет она здесь круглые сутки в режиме 24 на 7, чтобы в любое время мы могли купить свежие молочные продукты. Кажется, все просто. Что такого развить молока в бутылку? Вроде бы элементарно. На самом деле за этом стоит труд огромного количества людей. Технологии, опыта, знаний. И вообще связать цепь от поставщика до полки достаточно непросто. Как и на животноводческом комплексе, о котором мы вам рассказали ранее, здесь полная автоматизация. На весь этот цех всего три оператора. Автоматика предупредит о любом сбое, а зачастую просто сама исправит ошибку. Мы используем оборудование автоматическое, которое современное, которое скоростное, которым управляют максимально компьютеры, контроллеры. А люди контролируют их работу. Даже бутылки, в которые разливается молоко, производятся прямо здесь. Они выдуваются при высокой температуре абсолютно стерильные. И уже через несколько секунд в них фасуется молоко. Мы используем только режим пастеризации. То есть это температуры, при которых погибают только возможные бальзентуральные бактерии. А полезные бактерии, которые являются группой кисломолочных, при таких температурах сохраняются. Расскажем чуть подробнее о продукции, которая здесь производится. Она одновременно традиционная и уникальная. Ее уникальность в технологии производства. Вот, например, обыкновенное молоко, коего на прилавках в изобилии. Но внимательный покупатель заметит, что жирность у этого молока не фиксированная, как это чаще всего бывает, а варьируется от 3,4 до 6%. Молоко отборное – это продукт, который мы не подвергаем нормализации. То есть вот какое оно поступает от животных, мы его, скажем так, количество жира в нем не сокращаем. То есть как оно идет, так оно и идет. Есть еще молоко с жирностью 2,5-1,5%. Там мы жирность регулируем методом сепарирования. И сливки лишние убираются из продукта, а молоко становится менее жирным. А в отборном молоке этого нет. Получается, это натуральное коровье молоко со всеми его полезными свойствами, да еще и очищенное от вредных примесей. Можно смело употреблять в пищу и укреплять здоровье. Молоко – это такой продукт, который, в общем-то, содержит все элементы питания, которые нужны человеку. Молоко является кладезью витаминов и минералов. Оно также способно выводить тяжелые соли и металлы из организма. Поэтому употребление молока для потребителя очень полезно. Качественное молоко должно иметь белый либо слегка кремоватый оттенок. Это говорит о его качестве. Если молоко имеет слегка синеватый или голубоватый оттенок, это значит, что его, скорее всего, разводили с водой. Консистенция молока должна быть гомогенной. Молоко не должно содержать жировых шариков, жировых комочков. Оно должно быть однородным. И не должно иметь неприятных каких-либо запахов посторонних. Молоко всегда у нас пахнет довольно-таки приятно, без лишних кислых или дополнительных веществ. Творог – один из самых популярных и самых полезных кисломолочных продуктов. Для его производства здесь построен новый цех с самым современным оборудованием. Здесь наиболее высокий уровень автоматизации. То есть не только по технике перемещения грузов, товаров и продуктов, но и по движению самого молока. То есть он автоматизирован на 100%. Это позволяет нам меньше ошибаться, так как роботы и машины меньше ошибаются. И самое важное здесь в этом деле – скорость. Здесь большая скорость. И высокое качество продукта, потому что все зашито в программы. При этом здесь соблюдается классическая технология творожного производства, когда он сквашивается естественным способом. И творог работает у нас, изготавливается по самым классическим рецептам. 12 часов сквашивания. Он происходит в тех вот танках, которые за нами. Там есть, соответствующая мешалка, которую можно перемешивать, приподнимать. Но в целом это достаточно сложная машина. И эти танки, они еще находятся под избыточным давлением стерильного воздуха, чтобы за 12 часов туда не попала какая-то ненужная, скажем, атмосфера. Это достаточно серьезная техника. А потом специальным пневматическим насосом мы это зерно перекачиваем на машину, которая отделяет сыворотка от творога. Вон там такая стоит гитара большая. Ну и дальше вылезают формированные вот эти головочки, собственно, из которых и получается творог. Единственный участок на всем заводе, где используется ручной труд, это здесь, на творожном производстве, на этапе упаковки. Продукт выходит настолько нежный, потому что на сегодняшний день в мире нет аппаратов, которые могут аккуратно эту шайбочку взять. Она разрушается. Ну, вот здесь могут помочь только женские руки. Обратили внимание, как одеты рабочие. Это больше похоже на операционную или на какую-то стерильную лабораторию. Условия здесь действительно стерильные. Чтобы попасть в этот цех, рабочие проходят три стадии очистки, включая полную смену одежды и обуви при входе в цех. Мы стараемся сделать так, чтобы продукт был идеально чистый. Вот с вашими усами, допустим, нельзя туда подходить. Сливочное масло – еще один продукт, который сочетает в своем производстве высокие технологии с классикой. И который сегодня стал брендом не только Княгининского завода, но и всей Нижегородской области. Масло у нас всегда являлось самым ценным объектом нашего внимания. Производится из сливок. Если мы нормализуем молоко и делаем продукты с низкой жирностью, мы получаем избыточные сливки. Но вот оно и превращается в масло. И мы стараемся всегда качество держать неизменно высокое. И у нас есть свои секреты. У нас есть много нюансов, как его произвести. Мы их стараемся очень сильно беречь, соблюдать, чтобы наш покупатель всегда радовался нашему маслу. И еще один топовый продукт, который производят здесь, в Княгинине – сухое молоко. На прилавках мы его видим нечасто, но практически каждый из нас употребляет в пищу продукты, при производстве которых используется княгининское сухое молоко. Это продукт, который употребляют у нас и покупают у нас в основном кондизеры. Из него делают шоколад, делают конфеты, делают кондизерские всякие изделия, начинки и так далее. Ассортимент завода – это почти три десятка позиций. То, что мы каждый день видим на прилавках, и то, что идет на более глубокую переработку. Самый популярный продукт – это обычные продукты. Это молоко, это сливочное масло, это кефиры, это творог. То есть классика, которая никогда не устареет. Уже через несколько часов после производства вся эта продукция будет на прилавках магазинов. Мы возим сами. У нас своя логистика. Более 80 машин уезжает каждый день. И количество в магазинах, отгружаемых, около 800 в сутки. Вот так оперативно в течение суток и даже быстрее молоко с фермы через завод попадает в магазин, чтобы мы с вами могли насладиться свежими, качественными молочными продуктами. Когда человек приходит в магазин и покупает эту бутылку, он берет ее в руку и он должен понимать и чувствовать, как трут скольки сотен, даже тысяч людей в литровой бутылке.